Всем привет! Днепр на связи, 5 января, 11.55. Ну что, друзья, вновь тревожная воздуха, две подряд. Во время предыдущей была объявлена повышенная ракетная опасность, сообщалось о пролете крылатой ракеты, вероятно, из Кандарка, через Николаевскую область в сторону Кривого Рога. Затем в области прозвучал мощный взрыв. Вроде как работало ПВО, но официальной информации пока что по этому вопросу не было. Затем был отбой, затем новый сигнал воздушной тревоги у нас сейчас. Сообщалось о ракетах с моря в сторону Коблева, Рыбаковки и Очакова, а затем сообщили, что все в порядке, вероятно, это была ракета воздух-воздух. Ничего не понятно, но очень интересно. На данный момент сигнал воздушной тревоги продолжается. Повышенная опасность для нашей, для Запорожской области. В общем, воздушные силы сообщили о том, что в тех областях, где сейчас сигнал воздушной тревоги, нужно пройти в укрытие и т.д. и т.п. Вот только, ну, укрытие. Что? Онли метро. Все остальное, по-моему, это братские могилы, к сожалению. Что еще у нас, друзья, было в информационном пространстве, о чем я забыл сказать утром. Вчера поздно вечером и ночью вновь были массированные атаки по Крыму, по Белгороду. В частности, изначально российские СМИ сообщали, что над Крымом сбито более 50 воздушных целей. Затем заявили уже в Министерстве обороны России, что 36 беспилотников сбили над Крымом. Опять же, это не сходится с информацией от Министерства обороны Украины. Там сообщается о прилетах, о поражениях целей. В частности, спикер разведки Украины Юсов указал на то, что есть успехи в Крыму после атак. Но подробности мы сейчас раскрывать не будем, а раскроем их позже, когда это уже будет безопасно и так далее. И тому подобное. В частности, за теми поздно вечером сообщается о том, что вновь были взрывы в Белгороде, достаточно мощные. Вновь российская сторона заявляет о том, что было сбито 10 ракет, то есть все, над Белгородской областью. Ну, опять же, Министерство обороны Украины заявляет о пораженных целях. Ну, из тех видео, что я нашел, видел, как горели в Белгороде автомобили. Один автомобиль вообще перекинуло на крышу. Представьте, какой силой был взрыв. И не знаю, то ли это уже кто-то придумал, то ли фантазии у кого-то. Это говорят, что когда мужчина, чье авто перевернулось, вышел, начал кричать «Хохлы! Хохлы!» И так долго тянул «И!», что у людей стыла кровь». Ну, такую информацию я нашел в интернете. Не знаю, друзья, насколько это правда. Ну, в общем так, сейчас сигнал воздушной тревоги продолжается. Вновь видите взрывы в области. Новый год, новые взрывы. Еще ни одного дня, получается, не было, чтобы как-то что-то тихо. Ну, тут только, получается, предыдущая ночь. Да, там, по-моему, два беспилотника всего по официальной информации было. Ну, кстати, Игнат еще не посчитал, сколько этой ночи сбили беспилотников. Будем ждать. Всем хорошего дня. Спасибо за внимание. До нового выхода на связь.